СМИ Великобритании, только Россия может примирить Иран и Израиль. И на СМИ, Россия. 18 мая 2018 года. Российская военная политика Телеграф, 14.05, выразила опасение, что Россия применит газ-новичок в качестве оружия в случае возможного столкновения с НАТО. Газета отметила, что НАТО существенно превосходит российские войска в стандартных методах ведения войны, а потому Россия может воспользоваться запрещенным вооружением, чтобы компенсировать разницу. То, что западные эксперты пока не способны бороться с новичком, по мнению журналиста, выживание скрипали и было счастливым совпадением, а также успехи осадов в Сирии, могут дополнительно побудить Кремль к тому, чтобы начать химическую войну. А тот факт, что российские власти уничтожили лабораторию в Шаханах, которые должна была проверить ОСХА, служит очевидным доказательством существования тайной российской химической программы. В условиях новой эскалации на между Израилем и Ираном на сирийской границе США добавили масла в огонь, выйдя из иранского ядерного соглашения и подначивая Израиль к военным действиям против Ирана. Financial Times, 13.05. В результате единственной страной, которая принимает меры для предотвращения войны, оказалась Россия, у Путина есть связи как с Ираном, так и с Израилем, и к счастью он ими воспользовался. Кандидат от парламентской оппозиции на пост министра иностранных дел Великобритании отказалась осудить Россию Завета на резолюцию Совета Безопасности ООН по Сирии, Индепендент, 17.05. Она предположила, что поддержка осада среди населения Сирии существенно превосходит предположения западных наблюдателей, основывающиеся на заявлениях повстанцев. Кроме того, она призвала Запад покинуть Сирию и поддержать российские миры по умиротворению страны. Чемпионат мира по футболу в России британская полиция предупредила футбольных болельщиков, собирающихся приехать в Волгоград на Чемпионат мира по футболу, чтобы они с уважением отнеслись к памятникам Второй мировой и не демонстрировали британские флаги за пределами стадиона, поскольку российское население может воспринять это как вызов. Гордиан, 15.05. В целом полицейские рассчитывают на предотвращение столкновений, подобных тем, что произошли между российскими и британскими болельщиками во Франции в 2016, поскольку высокая цена поездки в Россию и меры против хулиганов должны сократить число потенциальных нарушений. На чемпионате в России ожидается экстраординарное присутствие вооруженной полиции по сравнению с тем, который обычно сопровождает футбольные соревнования в Великобритании, Индепендент, 16.05. В связи с этим вероятность беспорядков названа низкой. Кроме того, в Россию приедет небольшое подразделение британских полицейских, которые помогут своим российским коллегам в обращении с соотечественниками. Русия тогда и российский канал RT сохранит лицензию на вещание Великобритании, несмотря на роль Кремля в покушении в Солсбери. Телеграф, 12.05. Британский медиарегулятор Равком, Авчом, пришел к выводу, что действия иностранных властей не должны оказывать решающее влияние на оценку их прав в качестве владельцев новостных ресурсов, поскольку в Великобритании действует множество СМИ из государств с чуждыми Великобритании ценностями. Если бы это было основанием для мер против РТ, под удар попало бы множество других иностранных изданий и каналов, что нанесло бы ущерб свободе слова во Великобритании. Вдова Александра Литвиненко призвала шотландского политика Алекса Салмонда, Алекс Сальмонда, ныне ведущего свою программу на англоязычном РТ, «Отказаться от этой работы», Телеграф, 13.05. Она сравнила Салмонда с бывшим канцлером Германии Герхардом Шредером, работающим в Газпроме, и посетовала на то, что западные политики готовы играть на руку российской пропаганде. Трамп и Россия Индепендент сравнила Дональда Трампа с Борисом Ельцином. Как и Трамп, Ельцин пришел к власти на волне обещания реформировать погрешую в коррупции политическую систему, однако вместо этого его политика развивалась в интересах олигархов и в ущерб рядовому населению. В итоге было подорвано доверие к демократическому процессу в России. Как и Ельцин, Трамп начал военные действия, чтобы отвлечь внимание общественности от неудач во внутренней политике. Наконец, Трамп точно так же подточил международное положение США своим непредсказуемым поведением и неблагоразумными действиями.